Давно ли вы видели стальные штампованные колеса на 19 дюймов? Между тем, именно они полагаются базовой версии первого электрического кроссовера марки Volkswagen. И такая экономия в машине за 43 тысячи евро. Но это, как говорится, перегибы на местах, потому что электронная начинка на высоте. У батарейного паркетника Volkswagen ID.4 есть адаптивный круиз-контроль, функция автоторможения и множество других систем безопасности. Так, опциональный автопилот Travel Assist управляет машиной внутри полосы, а ассистент парковки готов поставить машину параллельно или перпендикулярно без участия человека, который может находиться снаружи. В стильном хай-течном салоне всего пара физических кнопок, а основной доминантой назначен большой дисплей медиа-системы. В базовом исполнении его диагональ 10 дюймов, однако за доплату доступен 12-дюймовый тачскрин. Но больше всего немцы гордятся не современными наворотами, а простором внутри машины. По мнению инженеров, в салоне электрического Volkswagen просторнее, чем во многих кроссоверах классом выше. Спасибо отсутствию ДВС. Другой повод для гордости – применение максимально экологичных материалов. Скажем, микрофибра, которая обшита сиденья дорогих версий, на 20% создаёт из переработанных пластиковых бутылок. Со временем модель получит двухмоторную установку суммарной отдачи за 300 сил, а также другие вариации и по мощности, и аккумуляторам. Но на старте продаж, который уже состоялся, доступно только лишь одно исполнение. Ему полагается 200-сильный электромотор, задний привод и батарея, которой должно хватить на 520 км пути. Как уверяет пресс-релиз, быстрой 40-минутной зарядки достаточно, чтобы восполнить запас хода до 300 км. Машина в приветственной версии First Edition при разгоне до сотни выезжает из 9 секунд. Хотя максимальная скорость ограничена на смешной для Германии отметке 160 км в час. А вот клиренс паркетника вызывает уважение. Под нищем заявлен 21 см дорожного просвета. Интересно, что родственная Škoda Enyaq сразу заявила 5 силовых установок. А ещё она оказалась немного крупнее нового Volkswagen, при той же размерности колёсной базы. Видимо, разница обусловлена позиционированием марок. Что же до самого Volkswagen ID.4, то он ещё с августа выпускается на заводе в немецком ЦВКАУ. Дилерам машины отправят через несколько месяцев. Продолжение следует...